Добрый день! Может ли низкий овариальный резерв по данному УЗИ на следующий цикл после аборта по поводу замежа беременности является причиной невынашивания? Менструальный цикл в порядке? Может ли со временем увеличиться количество фолликулов в возрасте 32 года? Причиной невынашивания снижения овариального резерва может заключаться только из-за того, что снижается количество яйцеклеток и фолликулов на входе. То есть их меньше участвует в конкурентной борьбе и поэтому потенциальные аутсайдеры могут принять участие вот в этой гонке. Вот то есть аутсайдеры могут дать вот это вот ухудшение. Но в целом, в общем-то, напрямую здесь это, я бы сказал так, не является главным ведущим фактором. Дальше получается, сама беременность наступает, это уже хорошо. И возраст женщины 32 года хороший, потому что во многом еще качество яйцеклетки зависит от возраста женщины. То есть их количество может быть снижено, допустим, по каким-то причинам. Но за счет того, что идет повышение, за счет того, что эти яйцеклетки более молодые, их качество бывает гораздо лучше, чем при аналогичных же показателях, когда женщине, допустим, было бы не 32 года, а 42 года. Это четко совершенно дает ухудшение показателей, которые идут по показателям фолликулярного резерва. Поэтому, безусловно, я бы, конечно, рекомендовал бы обратить на это внимание. То есть если беременность наступает, то значит, скорее всего, все должно быть хорошо. Если провести дополнительное обследование, то тогда, я думаю, что можем все это убрать. При вот таких вещах, когда идет снижение реального резерва молодой женщины, я считаю, вот та тема, которую мы развиваем в последние несколько месяцев, эта тема риска избыточного содержания железа, это очень важная тема. Я как раз сегодня листал вкладки предыдущего нашего эфира. И вот видите, вот этот двояко-двояко- острый нож, то есть это последние буквально летние публикации, которые были в прошлом году, которые показывают, вот генетическое исследование показывает, указывая, что здоровое старение связано с уровнями железа и что высокие уровни железа могут быть связаны с целым рядом рисков. Слава богу, что вот это вот июльские публикации прошлого года, они привлекли внимание общественности к этой проблеме и мы на это обращаем внимание. Но очень часто причина первичного поражения яичников является вот этот избыток железа, про которые пациенты не знают. И если вот Алишер, вы живете где-то, допустим, в республиках Средней Азии или на Кавказе, ну я по имени просто беру, что такое восточное имя, то здесь очень плохо изучена проблема гемохроматоза вообще. То есть мутации могут быть совершенно другими, не такими, как известные мутации, которые идут в европейской. Потому что поэтому очень важно обследование на показатели железа, но очень простое. То есть в обычной лаборатории вы сдадите в любой абсолютно, даже не обязательно какой-то там сетевой или там раскрученный или очень крутой. Просто железо, ферритин, трансферин, общая железосвязывающая способность. Если там идут высокие показатели, то возможно, что вашей жене или вам противопоказано противопоказано назначение железа.